Да, как много в этом слове. Действительно много в нем разглядела меч, прославившийся на просторах интернета, автор книги «Да» и Любай Бактыбаев. Он называл свое произведение первой и единственной на земле нано-книгой. Почему, мы узнаем сегодня, так сказать, из первых уст. И Любай у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Скажите, как долго вы писали эту книгу? Ну, технически написать его было как бы недолго. Но само, например, сам смысл доходил, конечно, очень долго. Я вынашивал очень долго. Ну, это, во-первых... Сколько лет? Ну, примерно как бы года два-три, вот так может быть. Есть удивление, есть какая-то печаль в этом слове. В сочетании с другими словами уже принимает она как бы другие, как бы, со всем стороны. А обдумывал я долго. Я носил это в себе. Но... Что-то же все-таки вас натолкнуло? Вот что именно хочется узнать? Ну, у меня отец, он ветеран войны, тяжелая жизнь у него. Воевал он много и, как сказать, тяжелые годы прошел. Сталинизм. Расстреляли, репрессировали и расстреляли его брата. При Хрущеве тоже жизнь была не очень-то на деревне, тем более сложные, запрещали иметь большое количество каких-то там живностей. Детей было много, 10 детей. И вот он вечерами... Он много прожил, и до конца своей жизни он работал. Вместе и сено косили, и дрова кололи. Ну, деревенская жизнь, она такая, она беспросветная. И вот сядет вечером и вспоминает он, покурит. И потом вспоминает, и да... И вот уже начинаешь... Какой жизнь все-таки прожил человек? Или приходит женщина с работы, тоже такая работа целый день, они там крутятся, вертятся. А потом домой приходишь, у нее там 5 детей, надо их накормить, надо их обстирать. Еще своя там, свое подворье. Потом все это переделывается, садится, обдумается все это, как бы вся жизнь. Может быть, думает, о чем она думает, может быть, о жизни этой беспросветной. Ну, как бы... И тоже она говорит, да. Да. Ну, это уже как бы... Она как бы говорит, что жизнь такая, ну, что делать? Смирение такое какое-то идет. И, Любая, всегда интересно, да, послушать авторское прочтение книги. Вот не могли бы вы прочесть нам книгу в своем варианте, в своем исполнении? Да. Вот и все. А что вы сейчас вкладывали? Какую эмоцию? Ну, есть много же эмоций. Я говорю, я... Вот сейчас вы с какой прочитали? Ну, я... С внутренней такой. С пограничной, пограничной. Не печаль, не тоска, и как бы ни радость, ни удивление, ничего. Вот, как бы... Антон, прости теперь. Нейтральное такое. У тебя какое будет да? Да. Да. Что-то у тебя тяжелое утро. А у меня будет да! Да! Да, да. Когда человек... Когда говори да. Да, это правильно. Когда человек говорит да миру, он принимает мир. Мир уже как бы с ним, ему уже легче, он принимает его законы и старается работать с миром. И он находится в единстве с миром. Какой тираж у книги? Тысячу экземпляров. Но я же писал не для того, чтобы продавать. Это у вас только друзей просто. Да. Я, например, хотел всем раздать, чтобы человек как бы... Некоторые смеются, некоторые читают предисловие, потом уже... Ага, мне уже сейчас звонят, сидим, где-то отдыхаем во время работы, обед там, и кто-то произносит слово да. И все, что такое, что такое? Начинают уже спрашивать. Ага, уже с далеких городов звонят, много звонили. И с севера там, и с приморского края. Звонили за границей даже вот недавно. BBC, компания BBC, звонили, они уже в Англии знают. И Любая Бактебаев, Омский. Планируется перевод на английский язык этой книги. Ну, а они меня спрашивали, может быть, говорят, может быть, у вас есть какие-то задумки, чтобы песню какую-нибудь написать. Но у меня есть уже как бы припев. Да, 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 да. Как на стадионе. Почему бы и нет? Я, честно говоря, думал, что книга будет состоять из одной странички. Но тут, смотрю, достаточно много текста. Хотя книга состоит из слова да. А вот это вот остальное, это что? Это биография. Ваша автобиография. Да. Я пишусь под псевдонимом Омский. Любай Омский? Любай Бактебаев Омский. А почему такой псевдоним? Ну, потому что я люблю свою родину. Я люблю свою... у меня есть своя малая родина, я горжусь. Я, например, как сказать, считаю счастливыми тех людей, которые имеют свою малую родину. Вот и ей я посвятил свое стихотворение. А вы родились в Омске или приехали сюда? Я родился в области. Угу. В Шербаковском районе, село Максимовка. И про Максимовку я написал свое стихотворение. У меня есть свое произведение. «На деревне клонится небо, день прощается, в ночь уходя. А над полем бескрайнего хлеба, алым морем пылает заря, над лощиной туман заклубился. Птичий гомон стихает вдали. Запоздалые утки шуршанием пролетают в полоски зари. Все ко сну приготовилось в мире. Засыпают деревья, дома. Спит собака, скрутившись у будки. Дремлет кот на перилах крыльца». Ну и так далее. А в конце я заканчиваю. И все это о деревне Максимовка. Я еще раз повторю. Всем передавайте привет своим. Да, да. Пользуя случаем. Я был... Максимовка, привет. Я люблю вас. Я с вами. Я был на фестивале в Москве и читал про Максимовку. А мне взял вопрос. А она еще есть? Она еще существует? Нет, я говорю, ну конечно, вы что ли. Запомните это имя. И Любай Бактыбаев. Омский. Ну а далее на 12-м канале новости.